Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение необычной партии в 7R Civilization 6. В ней я не играю, а комментирую то, что происходит в партии на шестерых. В моём сервере, в Дискорде, все игроки находятся в одной комнате и стримят то, что они делают, а я переключаюсь между их окнами и стараюсь комментировать происходящее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании. К этому видео, и либо в правом верхнем углу вроде должна была появиться. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу вас в комментариях писать, как вы относитесь к подобному формату. Приятного вам продолжения просмотра. Хочется поиграть, на самом деле, в игре. Интереснее быть в игре, находиться, чем комментировать это всё дело. Так, ну что с алюминием? Не вижу пока, не вижу. Да, вроде как два ресурса алюминия у него есть точно. Ну, видите, показывает он слева, что два ресурса новых каких-то появилось. Поэтому я думаю, венгер обречён. Кто-то сказал Нуби или нет? Он предлагает военный альянс, но Нуби... Да, а у тебя другого нет? Не религиозного, не нужно. На следующий ход это да. Видите, он уже подводит юниты к городам Венгра, чей их держит там. То есть он всадников апнет в более быстрые юниты, чтобы захватывать быстро города, которые будут... Ну, всё, Кагыр... Сколько ходов Кагыру осталось? Ну, да, я понимаю, что один аэропорт, но ему двух бомбардировщиков хватит выше крыши. Ему, правда, надо алюминия обработать. Ну чё, англичанину повезло, что все проголосовали, чтобы Нубия плюс 4, то есть он ещё кучу денег имеет, посылая караваны в Нубию. Чего нету, например, у американца. Американцы вообще только... Слушай, а куда у американца деньги делись? Ну-ка. Люкс что-то там сделал с юнитами явно. Куда-то потратил. Или нет? Не, ну у него плюс 209, тоже примерно такой же приход... Ну, чуть меньше, чем... Не чуть меньше, на 90 монет меньше, чем у англичанина. Но куда он сейчас деньги потратил, я не пойму. Юнит у него не апнутый вроде как. Какой-то ГГшку нашёл. Вот, торговая. Опять он в тёмный век идёт. Но это он в тёмные века просто потому, что у него много городов. Из-за этого он так тяжело выйти в золотой век, потому что количество городов увеличивает количество очков, необходимых для золотого века. Для нормального века, ну и, соответственно, золотого. Потому что между нормальным и золотым всегда 12 очков. А вот между тёмным и нормальным увеличиваются очки за счёт количества городов. Фесс хочет перекупить. Да, ну, конечно, он, наверное... Ну, сейчас тоже в алюминии будет выходить. Посмотрим. Ну, ему, конечно, норвежцы надо. Ну, выглядит, конечно... Что делает Кагыр? Насколько он отстаёт? Кагыра, покажи, пожалуйста, технологическое дерево. О, ещё до авиа... Спасибо. Всё, Кагыр... ГГ. Он даже авиацию не открывает, а там после авиации ему ещё в алюминии дофига идти. Всё, это... Англичанин его точно заберёт. И я думаю, кстати, если люкс ничего не предпримет, то после того, как венгр будет... Венгры заберут, я думаю, на этом игра закончится, мне так кажется. То есть тут два конкурента. Да, я знаю, что Мистер Ди 174-61, но там не выглядит, что он Нубию будет пытаться забирать. А без захвата Нубии он просто отстанет. И от американца, и от венгра. Как я всегда говорил. Ну и русскую я тут тоже конкурентом не ощущаю просто, потому что он как-то действовал всю игру. Странно. Он ищет, где у него алюминий. Но у него два ресурса алюминия точно. Вон, видите, уже... Там один. Тут он смотрит, есть ли у норвежца. У венгра есть, но... Как вы видели, венгр очень далеко от самолётов. Ему реально надо забирать венгра. Ну, опять же, мы просто видим, как развивается венгра, а англичане-то не видят, где венгры, насколько ему там далеко до самолётов, типа. Ну, надо нападать на венгра. Блин, надо нападать. Так, ещё какое-то чудо построил. Национализм выходит. 324 золота. Спионерил шпион, но из города убежал при этом. Это он строит рыцарей, чтобы объединить их. Самолёт он даже купить уже может. Самосвал, покажи, пожалуйста, дерево технологий. Ну, сейчас ты всё сделаешь, потом покажешь. Ну, или так, спасибо. А дальше, дальше. Спасибо. Он не открывает пока современные самолёты, но я думаю, что 5 ходов. 5 ходов. Я думаю, что через 5 ходов он просто... В случае, через 5 ходов он купит бомбардировщики. Два бомбардировщика. И через 6 ходов объявит войну венгру. Так что 6... Я ставлю на 6 ходов войну. Сейчас отойду на минутку пока. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok. Извините, вернулся был Зов природы. Я не ставлю никакую музыку на фоне этой партии. Каждый может сам себе музыку здесь ставить сам. Я думал, конечно, что-то из Цивы поставить, но не думаю, что это правильно. Просто можете поставить на фоне свою музыку. Знаете, что? Надо еще проверить, у кого какая религия здесь. Вообще, я хочу из вмешаться, как мне кажется, вот сейчас. Да, блин, я просто уверен, что вмешаться в спор люкса и самосвала может только мистер Ди. Поэтому давайте понаблюдаем за его каким-то развитием. Что он тут планирует делать. Мистер Ди, можешь открыть религии? Ну, опять же, когда ты все сделаешь, например. Блин, нихрена не видно, что там написано. Ладно. Сейчас, секунду, открою. Блин, опять хреново, конечно, стримит от тебя, не знаю, что. Иногда просто почему-то качество стрима падает. Открыл? А другие просто можешь кликнуть, посмотреть, что там у них. Ага. Ага. Ну, эти никто не не усиливал религии. Спасибо. А можешь еще по своим городам покликать? Просто я гляну выхлопы. Ух ты, Оттава 85. Хороший. Ух ты, 50. Слушайте, ну, у канадца производство есть. Да? Слушайте. Спасибо. У канадца реально хорошее, наверное, самое большое производство среди всех в игре. Вот это может... Ну, ему все равно нубию надо захватывать. То есть, ты просто вот сидя с этими... Сколько у него городов? Девятью городами? В то время, как англичанин захватит венгра. так ты женя будешь забирать? Ну, я ее забираю очень медленно. А Рурку кто-нибудь построил, я пропустил? Рановато вроде еще. Нет, еще вроде. Почему рановато? У всех же уже там, наверное, эти открытые. Ну, открыто, но они там подов 5 назад открыты были. Подсказал мистер УДи. Ну, ему, конечно, в Оттаве же ее желательно было строить. А у него нету в Оттаве места, где ее строить. Да, нету места. Ну, в Торонто тоже неплохо будет. Там у него вроде 56, что ли. Да, да. Ну, слушайте, может даже мистер Ди тут что-то как-то вмешается. Почему нет? То есть, знаете, если бы они вдвоем были англичанин и Америка, то я бы поставил на Англию. Но так как еще тут и мистер Ди есть, в принципе, и если Англия пойдет что-то нападать там на Америку, причем он, видите, как-то так между ними находится, он, в принципе, может, конечно, он больше будет Англии мешать, если что, но как-то может и на Америку повлиять. И ядерки он туда и туда может скинуть. Так что я бы сказал, что тут 3 игрока у нас претендуют скорее. Несмотря на то, что у русского тут какие-то есть наука, что-то там есть, но русский откровенно просто поздно это делает. А русский-то в авиации, причем он будет раньше в авиации, чем венгер даже. Подождите, а мистер Ди у нас где? Так, мистер Ди покажи свое технологическое дерево, пожалуйста. Дальше, дальше, вправо. Ага, ну ему в авиации 4 хода, если что. Ага, Не знаю, почему он не хочет его открывать. Я не знаю, почему он идет в летиуме, чтобы в авиацию забрать нубию. у него есть с кем союзиться по-хорошему, ну ладно. Потом, потом напишет может в комментариях под видео. Ну, просто его нубия останавливает, его нубия останавливает. Так, мне еще интересно нубию саму посмотреть, вот. У меня ощущение, что он встает. Он тут на карте только потому, что Конгрессом провели два раза уже, что караваны к нему плюс 4, и поэтому нубию просто никто не забирает из-за этого. Фауст, а ты покажи дерево технологий, пожалуйста. Спасибо. Почему они все в нижней... То есть им сказали, что англичанин вышел в авиацию уже давным-давно англичанин заберет венгра, потом и нубию заберет вообще без проблем. Нафиг, типа, все-таки, ну, нафиг открывать авиацию, нафиг открывать алюминий, мы тут пойдем в баллистику с пушками кирасиры. Вот зачем нубию кирасиры? Вавилон захватить? Хм. Ладно, что там англичанин делает? Сколько ему уже до бомбардировщиков? Один ход. Ну, что, следующим ходом покупает бомбардировщики? Сколько у него денег? 2 600 плюс 344 в ход. Видите, Шеффел, он хорошо, я говорил, что здесь будет хороший кампус. Хотя вот, я думал, здесь вот, но он, видите, решил не ждать, пока там присоединиться, хотя бы на плюс 3 поставил. Тоже верно. Зачем ждать на плюс 5 выкупать эти клетки за деньги, если можно поставить на плюс 3 и уже получать бонус от этого? Это же пошаговая стратегия, тут каждый ход на счету. Что лучше, плюс 3 получать в течение 60 ходов или плюс 5 в течение 30 ходов? Конечно, плюс 3 в течение 60. Еще и деньги не тратить туда. Сколько у него уже всадников? Ну, ему, конечно, надо бы открыть... Не, у него уже кирасиры, наверное, открыты, конечно. Но более крутые надо какие-то юниты. Что там после кирасиров кавалерия нужна. Кавалерия. Хотя он и кирасирами тут позахватывает у венгра. Интересно, он будет... Ух ты, уже... Смотрите, у него... Ну, это, это, наверное, флотоводцы он использовал, флотоводцев на... Хотя он мог и в городах за счет гаваней получить столько броненосцев и объединить их. Хорошее развитие у англичанин. Плюс 54 веры, кстати. Ну, ему, правда, на... Ух ты, а что-то ему там убили? Да, варвары, что-то, да, варвары убили. Самосвал, покажи, пожалуйста, правительственную площадь. Или и... Ну, если там что-то изменилось с тех пор, как ты показывал. Да, да... Ага, отлично, спасибо. Да, он поставил, видите, на покупку заверы юнитов. Они только на... Например, они только на наземных действуют, не на морские. Морские вы не... Морские вы можете покупать только за Индонезию. Но, тем не менее, это означает, что венгру... А он кавалерия, кстати, почему не хочет кавалерию открыть? Да, он хочет кавалерию открыть. Два хода. То есть, еще одного флотоводца получил. Венгар-ученый. Ща-ща-ща-ща. Интересно, просто он будет покупать сейчас бомбардировщики или будет строить? Потому что ему как бы по идее ему надо апать в кавалерию юниты, конечно же, и... то есть, в принципе, два хода можно подождать. Но они семь ходов строятся. Но это слабый город. Но у него, кстати, вот минус у англичанина, единственное, у него мало производства. У него реально мало производства. Но зато он это компенсирует деньгами и верой. Строит все-таки семь ходов. Не знаю, я бы купил уже здесь, потому что, ну... Ну, с другой стороны, я просто знаю, в какой ситуации венгар. Венгар просто вот не в состоянии сейчас на него нападать с амолета, он просто не в состоянии как. Ему... Он даже аэропорты не открыл. Поэтому я и говорю, что он... Ну, просто мы знаем. А англичанин не может этого увидеть. Он паровой... Паровой двигатель, значит, наверное, все-таки открыл аэропорт и этим ходом открыл. То есть, ему еще паровой двигатель, еще алюминий, там эти еще самолеты строить. Вот сейчас ты покупаешь... Смотрите, вот сейчас бы, если бы англичанин купил... А, ну, венгар просто увидел... Англичанин увидел... Венгар увидел, что там англичанин, у него тут армия стоит. Вот сейчас бы англичанин купил самолет и следующим ходом нападал на венгар, все, это ГГ для венгра. Конец. Даже... Ему даже всадников не надо апать никуда, он просто всадниками эти города забрал бы. Ну, ладно, хорошо, апнул бы в кирасиров, там, или какие-то там юниты. Блин, не могу англичанина открыть. Глянуть. А вот то, что англичанин сейчас откладывает решение вопроса аж на 7 ходов, пока он построит бомбардировщики. То есть, ну вот, зачем ему эти деньги, которые у него сейчас есть, апнуть всадников в кавалерию, да? Да. Содержание юнитов ставит, у него плюс 100% к морским юнитам карточки стоят, но ему сейчас надо ставить на снижение апгрейда. И смотрите, вот у него 8, у него, видите, предел 80, это за счет сгавани, это тоже такой читерный бонус. Ему бы, конечно, еще заранее объединить, вот он уже открыл национальный, то есть, ему сейчас надо всадников объединять в корпуса, а следующим ходом их апать, иначе он потеряет ход просто, что он апнет, потом он будет объединять в корпуса, зачем? Ну, конечно, тут у них таймер, понимаете, это я сейчас так говорю, это все легко, смотрите, когда вы смотрите отдельно, когда вы играете, вы просто можете не успевать это все думать. фрегат строит в Манчестере, интересно, зачем ему фрегат? Интересно, зачем он строит морские юниты все равно, то есть, он боится все-таки Америку, или он планирует на Америку еще нападать, но без выноса Венгрии нападать на Америку, я думаю, блин, тут варвары эти ему сильно гадят, ведь он сохранил тропические леса, но очень плохо у Англии с производством вообще тут вот на карте, очень как-то неудачно. Он там, у него будут его уникальные юниты, но ему неоткуда их взять, я имею ввиду, что у него ему их строить придется, у него, видите, у него тут всадники и и лучники. Закончил ход, но я не знаю, почему он не объединяет, я думаю, что он просто забыл, что ему надо объединить всадников в корпуса, а ему надо их объединить в корпуса, чтобы апать, ну, то есть, не отдельно апать в кавалерию, а корпусами. Ну, еще раз, смотрите, почему он не купил, каждый самолет был стоят там 1100 или 1200, ему купить два бомбардировщика, остальные деньги апнуть всадников в кавалерию, и все, и венгр разваливается просто. Почему он побоял, а строить самолеты, сколько там, семь ходов, пять уже ходов, ну, это долго, это долго, куда он дальше пойдет, в химию. То есть, он больше никаких вот сейчас юнитов не платит, то есть, он даже не в линкоры не хочет идти, то есть, он уже открыл те юниты, которые ему нужны для захвата венгра, но при этом он откладывает захват на пять ходов, потому что он строит самолет, а не покупает его. Более того, он даже юниты сейчас не апает еще. Ну, мне кажется, он затянет. Давайте глянем Кагыр. Хотя у Кагыр, Кагыр конкретно так отстает, то есть, ему еще надо, он даже еще алюминий не открыл. нефть. У Кагыра нефти нету, зачем он пытался в нефти? Ладно. Хорошо, мистер Ди. Что делает мистер Ди? Хочет ли он нападать на Нубию? Так, он там англичанина рассматривает. Венгер Венгер увидел уже армию Англии, он знает, что Англия будет на него нападать. И чем дольше англичанин, ну, с другой стороны, то, что сейчас Кагыр делает, мне кажется, ему тоже не поможет особо отбиться пока. Он не выходит в современные самолеты очень долго и даже Я вижу Вашингтон. Как будто я там сам нахожусь. Где мой шпион? Шпион, наверное. Да нет. Шпиона заслал. Не, нет у меня там шпиона, там-то и прикол. Он даже рационализм, кстати, не использует. Интересно, почему мистер Ди рационализм не использует? Типа не надо наука не нужна? У него как-то без рационализма 209. Неплохо, неплохо. Это, кстати, проекты он делает. У него больше всего производство может себе позволить проектами науку нагонять. У него пингало явно прокачан. Покажи, пожалуйста, мистер Ди губернаторов. Пингало явно на гранты прокачан. Точно, видите, плюс 100% грант. То есть он спасибо с проектов получает еще больше науки, еще больше очков великих людей. Интересно, да, мистер Ди немножко возвращает. Но опять, я еще раз повторю, без захвата нубии он тут не сможет победить. Что? Надо в игру перезайти. читы подрубить. Да, отстает как-то. Так что теперь заходи. Хм, так, давайте глянем, что у русского. Я выигрываю, что вы? То, что у меня цифры больше сейчас. Да, нет, это не правда. Это не так работает. Да ладно, тут норвежец рвет. Вам просто кажется, что у него маленькие цифры? Я просто вижу, что он делает, его территорию. Тут явно норвежец просто скоро всех вынесет. англии ресурсов больше, в Англии в Англии куча алюминия и судя по всему мне скоро заканчивается игра. Тысячи мощи настроил зачем-то. У меня никто не нападет, я не знаю, зачем ко мне боится. Кто подплывает? Американец. Так это разведка, я же просто плавал по побережью тебя смотря. Ну, а чем еще плавать? Кравеллы дальше плавают вообще. Ну, англичанины. Русские предпоследние по науке, не сорянно все свои бонусы все равно. Ну, русскому надо нападать на норвежца и забирать его. Тут, походу, он не сидит. У Карагена, конечно, не задалось. В первую очередь, у него, конечно, с территории... Сначала у него с территории хреновые места, во-вторых, зачем тут эта война за Ярославль? До сих пор Ярославль отваливается. Постоянно. Он с Ярославль не имеет ничего. Англичанин до сих пор не купил бы бомбардировщики. Вот я тоже не понимаю, почему англичанин до сих пор не купил бомбардировщики и не забрал венгра. Вот и венгар удивляется. Он хочет, чтобы мы быстро закончили, он хочет нас помочь. Да я вообще при чем? Ну, в смысле, при чем? У тебя до хера алюминия? Два. Два это больше, чем... У тебя сейчас на данный момент 30 алюминия. У меня два алюминия, ребят. И денег дофига. Ну, это достаточно для того, чтобы купить двух бомбардировщиков и ими меня буквально за четыре хода всего забрать. Так после тебя можно сразу пойти дальше и забрать всех. А я мирный, у меня союзный. Он пока до русского доберется, я думаю, там тоже уже будет что-то. Англичанин стопудово планирует на венгра нападать, но почему он это откладывает, мне тоже непонятно. И выйду в нормальный, Олег, теперь. А все, мы стартуем? Сейчас, подожди. Да, я готов. Я хот-офф. Спасибо большое. Ну, сейчас он уже ставит, наконец, снижен апгрейд юнитов за деньги, сейчас он апнет. ну, он, видите, не объединил в корпуса, купил катапульт. А, за веру, за веру он, нет, смотрите, за деньги, за веру он не может катапульту покупать, за веру он только, нет, может катапульту. За веру катапульту покупает. То есть, он планирует венгра чисто наземно мию? Кто, кто отошел? Алексей. Нет, я не отходил. Надо было сказать, да, я отошел. Да, я отошел. Что вы без меня начали? Я тут отошедший. Не, тут интересная ситуация. Вы зря так. По моему мнению. У меня такое ощущение, что англичанин хочет просто наземными юнитами венгра забирать. То есть, в чем идея? Ну, хотя, подождите, апп... Да, неплохие. Для чего нужно ему аппать катапульты в бомбарды? Это что-то ускоряет две бомбарды. Чисто для этого. Но он уже три их сделал. Да не, он не будет, не будет он города венгра бомбардами захватывать. Тут, если захватывать на землю, только артой надо уже тогда. А до арты тут далеко. У тебя самолеты вон уже четыре хода, например. Я все равно не понимаю, почему он до сих пор не аппает юниты. Да, ну, хорошо, я понимаю. Потому что он сейчас еще не нападает. Аппнутые юниты требуют больше золота для содержания. Но он реально как-то все откладывает, откладывает этот нападение. Он действительно мог уже несколько ходов назад венгра забрать. все, он накопил. Видите, вот это тысяча восемьдесят один, это вот такие вот не аппнутые юниты, потому что морские юниты немного очков к силе дают. не успел шпиона. Те англичанин уже не успевают походить. Американцы там... мне надо было перезайти, потому что у меня начала дергаться игра. Но я в последнее время наблюдаю чисто за англичанином, потому что тут основной движ начинается. когда казаки не его забирают. Ну, реально, как будто англичанин как будто не стремится особо к победе. Ладно, давайте глянем, что американец все-таки делает в этот момент. Но американцу тоже надо норвежца забирать. А у него с ним союз... Ну, видите, вот аэропорт уже в Чарльстане строится, то есть это как раз для атаки на Норвегию. Самолеты у него уже явно открыты. Так, а я что-то алюминия не вижу. Люкс, покажи, пожалуйста, дерево технологий. Спасибо. А ресурсы? Ну, нет, я имею в виду, какие у тебя есть. Никаких. В смысле? А, вот эту вкладку. Нет, какие у тебя на территории твоей есть ресурсы? Боже, смотрю на Англию и боюсь просто, чтобы вся эта сила не пошла направо. А другие? Вот, алюминий меня интересует, да. Видите, весь алюминий у норвежца. Просто, наверное, надо захватывать. Понял? Спасибо. Да, вот йо-йо-йо особенно, да. Сколько у тебя йо-йо? Йо-йо у меня бесконечно. Все, что владеет. Ну, ему, походу, надо туда вот ставить город и, собственно, за этот алюминий покупать бомбардировщики, захватывать Берген и дальше уже пойдет норм. Ну, по-моему, Люкс не хочет это делать. Мне опять до золотого века не хватило три очка, да? Да. Классно. Я вот ровно на одну перебрал. Канабит, сделка канабит. Что-то, мистер Ди. Мистер Ди тут такой скрытый лидер. А-а-а, вот откуда появился одно очко. Понятно. Надо было меня дотерпеть до эпохи. Да, хреново, правда, показывает мистер Ди. Да, вообще нифига не понятно. К сожалению. за что голосуем? У кого больше всего каких-нибудь аминитис? Ну, вот это довольство с ресурсами. Я за какао. Ну, у меня снова не голосование. Может, за янтарем, по-моему, у всех есть. У меня нет. У меня нет. Я за какао хочу. А янтарь точно у многих есть? Ну, тут... Хотя... Хотя... Там нужно по... Я не знаю, что комментировать, они уже выберут. Вот, у меня киты есть. Давайте. Там нужно по два. По два. Но они не обработали еще. По два сложно. Ни у кого ничего по два нет. Ладно, они тут... Я есть по четыре даже. Выбирают за кого голосовать? У меня тоже есть в алмазах по четыре. Я могу Норвегу дать... Норвегу и русскому дать по сахару. Ну, там надо два ресурсов. У них по одному есть. Все на море, у всех киты из-под бога. Плюс сто процентов. Да, за научный город. Это мистер Ди сейчас голосует. А второе что? Знаете, Ну, пять. Перейду, у кого лучше тут видно. Пять против научных ГДшек. Ну, а люкс тоже плюс сто процентов. Еще две на карте есть. К религиозным? Как минимум. Нет, против решено. Он хочет дипломатической победы получить. Они уже не идут. 8 секунд. Женеву вынесли, мистер Ди за созеренье вывел. Караген, ты опять проголосовать не можешь? Угу. Класс. Караген... Знаете, игра решила лишить Карагена дипломатии. Этот человек не голосует в партии. И у него ноль очков, кстати, дипломатии. Ну, в прошлый раз у него была дипломатия, я помню, смотрел. Ну, че там? Че там прошло? Киты не дают бонус научный гастоп. Понял. Спасибо. Да, зря я не потерпел до эпохи. А покажи еще раз, кто там в какую вышел. Все вышли как красавчики. Как красавчики. Да, спасибо. Так, ну и смотрим. 213 науки у Канады, 195 венгр, 216 русский, 206 англичанин, 290. Так, по культуре американский. Ну, все равно люкс неплохо пока выглядит, но опять же мы ждем захвата венгро-англичанин, я не знаю, я не понимаю, часто говоря, чего он ждет, действительно. У меня такое ощущение, что он боится, что на него американец с другой стороны пойдет, поэтому он стремится себе тут обеспечить еще защиту сзади. Вот, покупают бомбардировщики наконец-то. Не знаю, зачем он в разных городах. А, ну да, знаю, потому что там он строит в Лондоне. Через ход он нападет на Венга, потому что следующим ходом он, наверное, переместит самолет, потому что не долетает до Эстергома просто бомбардировщики. Ну, Венгру не знаю, ну вообще уже Кагыр мог выйти в самолеты, честно говоря. Как-то очень, я считаю, что затянул англичанин. Нет, два хода до алюминия, ну, два хода до алюминия, а там еще самолет, да, не успевает, не успевает Венгар, Венгар сейчас падет. Венгар сейчас падет. Что еще интересного у кого посмотреть? Ну, может, русский готовится к войне с норвежцем хотя бы? Потому что русский с такой территорией все еще... Вы посмотрите, вы посмотрите, сколько русский открыл территории. просто это... Просто я вот никогда не видел, чтобы на 102-ом ходу человек только видел в трех клетках от своих границ что-либо. Все. Кубит восхищен твоей разведкой. Я такого еще никогда не видел. Он хоть все нации нашел. Он нашел все нации, да. Ну, правда, тут такой вопрос. Он нашел все нации или все нации нашли его? Ты знаешь, такое можно... Ну, серьезно, блин, ну, ну, что это? Ну, почему так? Я уверен, что в России сейчас все уверены, что земля плоская. Причем не просто плоская, еще вокруг одни варвары живут. То есть, там, знаете, они тут радио открывают, а там где-то в темноте варвары с какими-нибудь дубинками бегают. Так, ну, он аэропорт Санкт-Петербурга, аэропорт, ну, да, аэропорт. То есть, у него практически прокачанный аэродром. Тут вопрос только в алюминии, если у него будет. Я не видел алюминия, там смотрел американец, но американец не видит территории русского, поэтому непонятно, есть ли у русского алюминий. Если есть алюминий, то, видимо, норвежцу ГГ настанет. Блин. А, чеченицу построил русский. Почему у него там плюс 5? Где-то он кампус поставил. Нет, он просто в основную площадь поставил. Почему у него плюс 5 от гор? А не чеченицу, в смысле, Мачу-Пикчу. А, да, вон Мачу-Пикчу у Новгорода, вот она. Я не знаю, видите, опять же, мой указатель мыши, но Мачу-Пикчу у Новгорода. Вы понимаете, вот русский, у него вот эта территория еще с Мачу-Пикчу, то есть он, он просто обязан быть лидером вот в этой паре. Ты забрал мою ГГ-шку. Возьмем, она не твоя была. Но она мне помогала. То есть ты самосвал ждал ждал какого-нибудь предлога, да? Конечно. Просто так, я не атакую, я с Дневармонда. Виноват лишь в том, что хочется нам кушать, да? Ну, вообще... Вот это свинь, так же. Ну, он самолетами... А, он как раз перекинул уже самолеты. Вон, видите, я говорил, что следующим ходом, но он решил этим ходом уже напасть. Пошла война. Ну, Венгар быстро упадет. То есть сейчас самолеты следующим ходом начнут бомбардировщики работать, эстергоум следующим ходом захватывается. Тут, конечно, без шансов. Попробуй кликнуть куда-то, типа, в пустоту. все. Дебриттен, Зигет, Будапешт, эстергоум. Тата. Ну, не знаю, это даже неинтересно смотреть особо, потому что это без шансов будет для Венгра. Вернулись все юниты от Носгаргаму. Так они, мало того, что вернулись, они вместо того, чтобы там пограбить что-нибудь, они просто взяли и убежали. Почему он грабит? Ну, потому что мы союзник. Так, что он ставит? На 50% больше за грабеж побережья. А что он тут грабить? Ну, вот эти два удара бомбардировщикам у эстергоума нету защиты. Все, покеда. Следующим ходом Будда, наверное, упадет. У него даже у всех остальных городов у него даже стен нету. Венгар сыпется. Ну, как говорится, ты это смотришь, то есть ты это поражение сам себе привез. То есть у тебя хорошая была территория и ты мог реально тут развиться. То есть тут нельзя сказать, что тебе не повезло с территорией в каком-то смысле. У англичанина все хуже намного было. Ну, не намного, у него просто хуже было. А он смог воспользоваться возможностями и, собственно, вот тебя забирает. То есть в данном случае просто англичанин сыграл лучше. Вот и все. И самое главное, почему-то шесть городов было поставлено венграм и дальше остановился в развитии. Хотя территории куча было просто. Вот посмотри, как Люкс играл. Как Люкс расставлял свои города на американском континенте. Вот поэтому такая разница между... Хотя у Америки тоже хреновая территория. У него даже хуже производства, чем у тебя. Мне, конечно, надо было сразу после того, как англичанин вынес этого. Ну, короче, не сразу, но прямиком в гусар мне моих идти и нападать на англичанин. Нет, не надо ему было. То есть он не слышит мои ответы, но ему надо было расселяться. Ему не надо было идти в гусар и нападать на англичанин. У него нормальная территория. То есть он бы напал на англичанина и они бы вдвоем завязали в этой войне. У венгра есть территория для развития. Вот он там... У меня тоже было куча венгий. Он там нормально... Вот как... Он же ставил эти метки, где он поставил... Только сейчас эти города поставил. Видите, у него стоят два новых города абсолютно. Тата там и еще что-то одним жителем. Ну, это было намного раньше надо было ставить и забирать Нгазгаргаму, вот этот религиозный город какой-то, и Женеву. И вот у него была бы Венгерская империя очень хорошая. На этом пока все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы оцениваете этот новый формат. Спонсоры канала все серии могут прямо сейчас уже во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!